ДИАЛОГ ДИАЛОГ Средства массовой информации и рекламу, и, наконец, развитие потребительского рынка и услуг. Все верно. Я ничего не забыл, да? Ничего не забыл. Пойдем, наверное, в этом же порядке. И, конечно, хочу, не могу не отметить, вот то, что вы совсем недавно у нас работаете еще, буквально трех месяцев не прошло, но, тем не менее, так скажем, не испугались прийти в студию, потому что сфера деятельности знакомая. Раньше вы тоже занимались этим же, правда, в другом районе, но, тем не менее, все знакомо, все хорошо. Ну и давайте уж начнем вот с такого, не знаю, официального, может быть, начала. Это экономическое развитие нашего района. Каково оно сейчас, особенно в Совете, понятно. Непростой экономической ситуации в стране, но и о том, что у нас будет в ближайшее время. Сергей Михайлович, ну, конечно, говоря о том, насколько у нас хорошо идет экономическое развитие района, нужно не забывать, что мы не в вакууме живем, да? Что, безусловно, нас окружают внешние факторы, внутренних проблем достаточно много. В прошлом году очень удачно району удалось избавиться от кредитной нагрузки. Это большое достижение, прежде всего, руководителя администрации, который поставил эту задачу. Наша задача не войти в этом году в новые задолженности, правильно сформировать и в течение года удержать бюджет, потому что одно дело сформировать бюджет, а другое дело удержать бюджет, не вылезти за те нормативы, которые мы поставили. С начала 2016 года бюджет формируется программным методом. То есть это говорит о том, что у нас сейчас у каждого поселения и у района в целом есть своя программа, где расходы очень четко прописываются. Это позволяет нам всем разговаривать на одном языке с поселениями. Это позволяет нам, безусловно, учитывать и изначально определять те источники расходов, которые необходимы. В целом, конечно, сейчас у нас то, что может волновать жителей, это, безусловно, наполняемость бюджета. Потому что все мы понимаем, что единственные источники дохода для бюджета района – это налоговое и неналоговое поступление. И кризис экономический, налоговое поступление сейчас, и наша работа межведомственная, наша комиссия показала хорошие результаты. Мы действительно идем с опережением небольшим в плане городского бюджета и районного бюджета по наполняемости именно налоговых поступлений. Это земельные налоги, это любые налоги, которые у нас, доходы, которые связаны с купли, с продажей землей. Здесь немножко, конечно, с купли, продажи землей доходы, которые у нас идут, не так хорошо идет, как хотелось бы. Потому что, безусловно, рынок стоит, мы это понимаем, что трудно находить покупателей, как и не очень хочется, с одной стороны, прощаться с землей или с той или иной недвижимостью, понимая, что она имеет всегда как начало, так и конец, да, это то, что заканчивается, это ресурс, который нельзя слишком часто использовать. Но, безусловно, мы понимаем, что и рынок сейчас не совсем позволяет нам и устанавливать нужную нам цену, и как-то торговаться, и за дешево не хочется отдавать, и за дорого не получается, просто потому что экономика сейчас такая. Вот. Что же, рынок рекламы немножко стал, это одно из таких неналоговых у нас поступлений, рынок рекламы стал немножечко двигаться вперед, действительно, многие поняли, что в период, когда кризис, нужно, наоборот, мобилизоваться, давать о себе больше знать, а не закрыть просто все, да, сократить расходы, потому что реклама, конечно, двигатель торговли. Поэтому стараемся сейчас балансированно держать бюджет, у нас вот прошли, проходят корректировки сейчас городского поселения бюджета, на следующей и последующей неделе у нас предстоят корректировки районного бюджета, это делается планово, для того, чтобы мы понимали, что если есть какие-то перерасходы, где-то корректировать, или наоборот, если у нас есть дополнительное поступление, и мы можем его оперативно направить на те или иные нужды. Ну вот, если говорить о каких-то цифрах, да, сейчас вот на главной странице сайта администрации нашей районы есть такая рубрика «Исполнение бюджета», там написано, что скоро открытие этой самой рубрики, и что даже вот любой житель нашего района может предложить свой вариант бюджета, и, как там сказано, в рекламной фондике к сайту, что если этот бюджет окажется лучшим, то мы его примем. Но пока сейчас речь не о том, как быстро откроется сайт, да, и как скоро будут приниматься бюджеты, принятые нашими гражданами, а именно вот о тех цифрах, там цифры-показатель на май текущего года, о том, что доходы поступления в бюджет на 10% превышают расходы. В общем, такой хороший профицит, согласитесь. Это хороший показатель, да. И вот просто с чем это связано, и каковы прогнозы на второй половин года? Может, там все изменится? Ох, прогнозировать, конечно, у нас очень сложно, да, мы, наверное, как и любой житель, всегда боимся августа, потому что у нас все время что-то в августе происходит в стране, но на самом деле можно сказать, что, конечно, мобилизовалась. И страна в целом мобилизовалась, и, безусловно, и наш район как-то мобилизовался. Мы сейчас достаточно комфортно чувствуем себя в том бюджете, в котором он принят. Те дополнительные поступления, которые у нас формируются в большинстве своем, в данном случае только налоговыми поступлениями, но это говорит только о качественности работы и взаимодействии с нашей налоговой службой, об ответственности наших предприятий, самих жителей по оплате налогов. Конечно, мы целиком и полностью от этого зависим. Ну, почему делаем мы исполнение бюджета открытым на сайте? Конечно, очень важно, чтобы открытость власти была не только в том, что мы делаем, но и на что мы собираемся деньги тратить изначально, да. Мы понимаем, что сейчас основной источник информации – это не столько газеты и какие-то печатные издания, мы ни в коем случае не преуменьшаем их роль, но это интернет. И молодежь у нас вся в интернете, очень хороший инструмент для того, чтобы донести и, возможно, привлечь внимание к активной молодежи с активной гражданской позиции, да, для того, чтобы у них была возможность высказать то или иное мнение по поводу направления расходов. И эти… ведь мы же общаемся с общественными организациями, для того и созданы там и формируются советы депутатов, на комиссиях которых идет предварительное обсуждение направления расходов. Нам хочется, чтобы и данный инструмент позволил нам вступать в диалог даже на период формирования бюджета. Казалось бы, такой очень важной задачи, но привлечь как можно больше внимания, конечно, к этому хочется. Ну вот пока мы еще не услышали мнение жителей, да, куда направить лишние деньги, ну если даже, может быть, не лишние, а вообще основные деньги, основные расходы, тогда вот хотелось бы услышать от вас, а вот куда действительно могут быть направлены, либо это какие-то дополнительные, которые средства появятся, либо, наоборот, чего-то будет не хватать. Ну я имею в виду, что если произойдет какая-то корректировка бюджета в течение года, да, вот на какие цели в первую очередь будут потрачены дополнительные деньги? Сергей Михайлович, ну вот давайте мы даже вот с вами проведем такой вот, я вам задам вопрос, а вы вот как житель Щелково, куда бы направили деньги, если бы знали, что они дополнительным образом придуманы? Будьте первые, даже еще исполнение бюджета не вышло, а мы уже зададим вопрос. Ну я бы в первую очередь, в первую очередь бы я отправил на благоустройство дорог, но даже не, так скажем, не улицы, улицы более-менее ремонтируются, а именно внутри дворовых территорий, потому что, ну, во всех практически микрорайонах, едешь на машине, по улице едешь, все нормально. Стоит свернуть во двор, дворы разные бывают, там, извините, такое, что вот, наверное, этого нам не хватает. Все верно, абсолютно. Мое мнение такое. Да, Сергей Михайлович, абсолютно все верно, потому что благоустройство, это как раз одна из самых важных, самых затратных статей любого бюджета. Мы, безусловно, не отделяем от других вопросов, вопроса ЖКХ. Ну, не надо забывать, что у нас исполнение бюджета, да, деньги, которые мы зарабатываем, которые приходят, чем наполняется бюджет, они могут быть, конечно, направлены на исполнение наших полномочий. И наша полномочия – это содержание и обеспечение социальных объектов. Вот сейчас большое количество детских садов и школ там строится и планируется построиться, но, конечно, их нужно и содержать, соответственно, мы должны обеспечить наличие денежных средств в бюджете, потому что мало построить, важно содержать, это обеспечить. И, конечно, техническое оснащение, материальное оснащение того или иного здания. Детский сад строим там в Медвежьих озерах, нужно побеспокоиться о том, чтобы денежные средства в бюджете были заложены. При формировании бюджета денежные средства не были предусмотрены, скажем, вот в отношении новостроящихся садов, не были предусмотрены денежные средства в бюджете. Но вот сейчас за счет и дополнительных, можно так сказать, поступлений, за счет сформировавшейся экономии, которая у нас формируется при торгах, мы имеем возможность потратить, где-то сделать дороги, направить наш КХА, где-то обустроить наши социальные объекты. Это две первоочередные задачи, о которых мы должны думать. Всем хочется выйти из дома и увидеть красивую улицу, чистую улицу, потому что, конечно, благоустройство – это не только чистота, качество дороги, но и, прежде всего, чистота. Ну и тогда уже под конец этой нашей финансовой темы, такой риторический вопрос, понятно, где еще взять деньги, да, не просто в тумбочке, а просто, ну понятно, что налоги собирать надо, в первую очередь, конечно, надо платить, здесь важен контроль и добросовестность плательщиков налогов, тут как бы понятно. Но вот вы упомянули о неналоговых поступлениях, в частности, от рекламы какие-то доходы. Какие еще неналоговые поступления могут быть, помимо рекламы? Которые существенно бы нашу картину изменили бы, да, в отношении бюджета? Наверное, их достаточно немного. Мне бы, конечно, как руководителю, от которого в том числе зависит, когда беспокоится о том, как наполняется бюджет района, ну, хотелось бы обратиться и немножко отстраненно, конечно, от бюджета, но с жителями поговорить о том, что надо регулярно все-таки платить за услуги ЖКХ. Понятно, что есть проблемы и не всегда есть понимание, куда платить, есть какие-то двойные квитанции, но все равно всегда это можно прояснить, можно прийти и эту информацию выяснить. Когда идут задолженности за энергоресурсы, мы тоже испытываем большие проблемы в этом плане. Ну и всячески будем стараться бороться с ненадлежащими платильщиками, с некачественными платильщиками, потому что одно тянет другое, вот все взаимосвязано. Не заплатили за энергоресурсы, нам возникают сложности у управляющих компаний, у ресурсных компаний, и одно другое начинает, их надо содержать, они приходят, обращаются за помощью, надо содержать дома, появляются у жителей дополнительные проблемы, то есть оно вот так вот циклично, поэтому от каждого зависит, и от нас зависит, от нас зависит работа, конечно, больше с налоговыми поступлениями, больше с активами района, а от каждого жителя, конечно, персональная ответственность на себе. Начни с себя. Ну, здесь речь будет идти, наверное, не только об ответственности граждан, но и об удобстве их, чтобы деньги они отдавали вовремя и по назначению, и не испытывали при этом неудобств, они стояли в очередях в разные конторы, потому что очень много приходится разными услугами пользоваться, как мы их называем, и государственные есть услуги, и муниципальные услуги, ну и вот поэтому как раз для удобства наших жителей в прошлом году был открыт. Многофункциональный центр оказания этих самых услуг в апреле ему год исполнился. С каждым днем он развивался, понятно, что, конечно, поначалу проблемы были, особенно в подборе кадров, ну, сложно было найти такой коллектив. Вот за год вроде как уже все сработались. Жители тоже вроде бы довольны, и даже, так скажем, проверки областного уровня показывают, что наш МФЦ, в общем-то, достоин той оценки, которую говорят и наши жители. Вот у нас есть один небольшой сюжет о том, как именно проверяли работу МФЦ именно на региональном уровне. Давайте посмотрим, потом еще поговорим. Проверить на себе. Примерно так можно назвать проверку работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Щелковского района, которую провела заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елена Дрыганова. Она лично находилась в роли оператора, в окне под номером 23 на протяжении нескольких часов принимала граждан, обратившихся в МФЦ. Сейчас, когда в перечень услуг вошел и целый ряд вопросов, составляющих социальный блок, количество оказываемых услуг достигло цифры 500. Уже специально построены под МФЦ здания, поэтому учтены все тонкости работы, то есть учтены возможности приема людей с ограниченными возможностями, сделана вся инфраструктура доступной среды, предусмотрена большая зона ожидания, детский блок. В общем, прекрасно организованная МФЦ. Ну, вот такая ситуация, внеплановая проверка, хотя может быть и плановая, но все равно достаточно оригинальная, показала, что МФЦ наша работает. И вот к той цифре, которая прозвучала в сюжете, что количество оказываемых услуг приблизилось уже к 500. И сотням, да, на самом деле еще по количеству обслуженных людей, понятно, что может быть это не всего, столько прошло, а кто-то ходил много раз, но тем не менее за год МФЦ хватило половину населения нашего города, не района, а именно города Щелково. По тому, сколько людей прошло, в общем, достаточно высокие показатели, и жители тоже довольны. Ну, вот хотелось бы от вас, как специалисту услышать, по каким показателям оценивается рейтинг МФЦ его работы? Проверка, кстати, была абсолютно внеплановая. Это была инициатива министра Максута Игоревича Шадаева сделать такую проверку со стороны руководителей самого министерства, для того, чтобы и в том числе им было понятно, как работают многие вещи на местах, потому что одно дело мы как-то презентуем себя, каждый старается показать свои плюсы, другое дело это увидеть это изнутри. Действительно, проверка прошла хорошо. За первый квартал по результатам работы за март нам удалось подтянуться. С 34-36 место мы занимали среди МФЦ, среди муниципалитетов, и 9-10 место ставили по итогам первого квартала, это тоже наше большое достижение, потому что тем самым мы показываем, безусловно, динамику в прогрессах. Всегда хочется быть лучшим, но дело не только в первом месте, дело в понимании, что мы развиваемся, что то, что мы делаем, действительно направлено на жителей. Из чего оценивается? Конечно, это время ожидания, Конечно, это количество услуг, которые приходят на одного оператора. И для нас важно, чтобы МФЦ прежде всего был удобен. У нас сейчас есть удаленные рабочие места в каждом поселении. И стараемся, только три будет пилотных проекта, в которых мы будем участвовать в этом году. Мы стараемся побыстрее на себя что-то взять, те предложения, которые есть у Мингоса, где-то выйти наоборот, сами первые с предложением. Сейчас вот у нас будет в июне проект по повышению квалификации наших специалистов, потому что все ребята молодые, которые приходят. А ведь это очень сложно быть оператором, к которому вы пришли, и он оказывает и знает все услуги. А ведь он не более чем оператор. Это такая вот немножко призрачная история, что МФЦ эти услуги оказывает. Нет, оказывает, конечно, профильный комитет, профильный ведомств. Кто их просто распределяет по местам. Да, житель, конечно, он приходит, и ему кажется, что он разговаривает с конечной инстанцией. И мы должны формировать это мнение, должны уверять, что наши специалисты, они разбираются не хуже, и имеют возможность это делать оперативно, и время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. Хочется сделать и консультацию грамотной, хочется сделать так, чтобы не было возвратов, чтобы, уйдя, клиент, ну, если не остался уж доволен, то, по крайней мере, знал, что здесь ему окажут профессиональную помощь. Сейчас, с 1 июня, мы открыли услуги для бизнеса в МФЦ. В чем они заключаются? Они заключаются в помощи нашим СМП, то есть нашим среднему и малому бизнесу, в первичных каких-то консультациях, в том, чтобы правильно их настроить и сказать, что нужно делать для того, если вы хотите открыть свой бизнес. Это очень важно, потому что это точно должно быть легко. Мы сейчас говорим о росте экономики, как раз вот они, налоговое поступление, вот они, перечисление НДФЛов, налог на доходы с физических лиц, которые поступают на бюджет, да. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше предпринимателей было зарегистрировано у нас в районе. И несколько было районов, которые открыли эту услугу с 1 июня, попали в этот пилотный проект Министерства государственного управления. Рады, что это хорошо получилось, и сейчас это доступно. Безусловно, помогает. Ну, а куда пойти за профессиональной консультацией, тем более, которая оказывается бесплатна. Ну, есть такая тенденция, в всяком случае есть такие случаи, мы даже это и обсуждали, что предприниматели приходят в наш район из соседних районов, ну, потому что, наверное, здесь условия лучше. В частности, я знаю примеры из Ногинского и Пушкинского районов, кто вроде, ну, люди оттуда родом там вели дело, бизнес, да, но, тем не менее, пришли сюда к нам именно для регистрации, ну, и, соответственно, для платежа налогов. Продолжим тогда потребительский рынок и услуги. Это, наверное, будет ближе всего, потому что... Сложная тема, да. Потому что бюджет, это так, он далек от простого жителя, да. МФЦ, конечно, услуги такие государственно-муниципальные, они нужны, но тоже, наверное, не так часто с ними сталкиваются. Все-таки люди, может, раз в год, а может, и чаще, может, даже реже. Ну, а рынок и услуги, это, естественно, пользуемся практически каждый день, конечно, мы и в магазин ходим, и на рынок, и какие-то предприятия бытового обслуживания, так скажем, посещаем, но сейчас, насколько я знаю, такая у нас идет направленность, такая тенденция, да, это контроль за... На региональном уровне, конечно, контроль за реализацией алкоголя. В первую очередь это, конечно, чтобы не было нарушений, не продавали в ночное время, не продавали несовершеннолетним. Программа даже так и называется... Алкоконтроль, да. Алкоконтроль, да, хэштег, решетка Алкоконтроль. Буквально неделю назад я знаю, проводили рейды, но это я взял с сайта, естественно. Конечно, да. Министерство, областного министерства потребительского рынка о том, что самые такие интересные районы проводили барвиха и так далее. В общем, по Рублево-Уссенскому фсу очень много там нарушений было, в итоге там и штрафы наложили, и вроде как даже предприятия собираются закрывать, я имею в виду предприятия торговли. У нас как обстоят дела в ночное время и несовершеннолетним? Проверяем, наказываем? Конечно, проверяем, конечно, наказываем. Здесь вопрос, безусловно, что это должно быть выстроено в систему. Мы не так давно начали этим заниматься, не буду этого скрывать. Это то, что и Министерство потребительского рынка нам абсолютно правильно говорит. Вот здесь нельзя сбавлять темп, потому что мы понимаем, что в ряде случаев, к сожалению, к очень большому сожалению, сколько предприниматель не говорит, ну надо только лишать. Не хотят слышать, не хотят понимать. И иногда, я говорю, идут в погоне за белым кроликом, ну за тем самым рублем, где-то попирая не только нормы закона, но и даже моральные принципы, когда мы продаем алкоголь несовершеннолетнему ребенку, зачастую не думаем о том, что это дальше вырастет в какую-то проблему. А потом мы жалуемся о том, что у нас повышается преступность. Ну просто, вот это к началу нашего разговора. Надо понимать, что дело одно дело, оно все равно, оно очень циклично, и оно потянет за собой другое. Одно плохое дело, оно хорошее за собой, никогда не приведет. Да, сейчас из 1 июня Министерство потребительского рынка вводит новую систему контроля по продаже алкоголя. И эта система контроля будет заключаться в установке дополнительного программного обеспечения на кассовые аппараты тех предприятий, которые у нас занимаются продажей спиртных напитков. И при продаже алкогольной продукции при сканировании выходит чек, на чеке находится QR-код, вы можете отсканировать QR-код, там будет видна информация о производителе, где выпущено, кто дистрибьютор. Это такая единая система, которая позволит и на нашем уровне, естественно, на региональном уровне держать этот вопрос еще на более жестком контроле. Но проблем таких, не нравится мне слово проблема, конечно, нарушителям достаточно. И мы всегда с благодарностью относимся к тем активным жителям, которые об этом сообщают. И с рейда мы стараемся, конечно, не афишировать, о методах мы не расскажем, потому что предупредительная система в этом случае срабатывает на опережение. Так, конечно, мы выработали сейчас для себя так называемую дорожную карту этих мероприятий. И нам хочется очистить от этого район и, безусловно, показать, что порядок, он должен быть не только на улицах, он должен быть не только в общественных местах, он должен быть и внутри тех заведений, которые работают у нас на территории района. Спасибо, Наталья Владимировна. Мы продолжим наш разговор о развитии потребительского рынка и услуг в нашем районе. Буквально после небольшого перерыва оставайтесь с нами. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Наталья Тамбова. Напоминаю, телефонный студия 567-1440-567-1450. Оставайтесь с нами и звоните после небольшого перерыва. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Наталья Тамбова, который ответственен у нас за экономику, финансы, услуги, торговлю. В общем, все, что так или иначе связано с нами каждый день. Мы уже обсудили серьезные проблемы исполнения бюджета, бюджетные выступления, обсудили работу многофункционального центра. Перешли, наконец, к потребительскому рынку, обсудили контроль за продажей алкоголя во всех его, так сказать, ипостасях, и в ночное время, и несовершеннолетним, и контрафактную продукцию как будут пресекать, продавать. Но пойдем дальше. Говорится, не алкоголем одним жив наш рынок. Рынок, естественно, надо нам и одеваться, и питаться, и кушать. Хотелось бы узнать, как у нас обстоят дела с открытием новых точек, потому что экономическая ситуация пока еще не блестящая. Конечно, мы приветствуем открытие, приход индивидуальных предпринимателей. Этому нельзя препятствовать ни в коем случае. Нам хочется, чтобы разные сегменты и социально-бытовые сегменты развивались. Это сфера услуг. Должно быть достаточно как кафе, парикмахерских, так и места продажи продуктов питания. То есть здесь всегда нужно держать тот самый баланс для того, чтобы не было перегибов ни одну, ни в другую сторону. Но что могу сказать? У нас нет пока... Мы ее формируем, общую концепцию размещения точек на районе. Так же, как и на следующей неделе у нас... И то, с чего мы начали, это с подготовкой к плану размещения и к формату размещения тех же самых нестационарных торговых объектов. Они должны быть в едином стиле. Они не должны вызывать раздражение. Потому что помимо желания продавать и торговать, у предпринимателей прежде всего должно быть четкое представление о том, как они должны это делать. Там должно быть чисто, это должен быть надлежащий вид. Все сотрудники, которые работают, должны надлежащим образом быть оформлены. И только на таких условиях мы готовы будем сотрудничать. Потому что сейчас, делая первичный анализ, мы увидели, что у нас, к сожалению, есть большие недоработки в этом ключе. И незаконные торговые объекты, палатки, они выскакивают... То там, то сям. То там, то сям, да. И чем теплее становится, безусловно, это стимулирует их выходить. И мы в буквальном смысле, там, каждые выходные проводим такие выездные мероприятия, для того, чтобы делать где-то разгон. И получается это сделать оперативно. Где-то просто закрываешь, а они через какое-то время приходят обратно. Я уверена, что нам к следующему году удастся абсолютно точно прийти к жесткой картине. Мы также хотим сделать эту информацию визуально доступной. По всем точкам, которые официальные. Точки продажи сезонной продукции, ярмарочной продукции, нестационарные торговые объекты. Все они, стационарные торговые объекты, будут нанесены на карту с паспортом. Вы сможете в онлайне со следующего года. Это большая работа, по всему району она будет сделана. Но вы сможете в онлайне увидеть на сайте, в приложении на телефоне, увидеть информацию по каждому объекту. Опять же, это делается для открытости. И это делается в том числе для того, чтобы жители могли нам оперативно также подсказывать, если где-то кто-то вышел и нарушает их порядок. Потому что иногда машина заезжает с продажей даже на территории дворов. Поэтому с этим мы хотим справиться, вывести это на другой уровень. А так, конечно, безусловно. Мы только приветствуем открытие новых предприятий. Тем более, что у нас этот так называемый показатель по качеству работы с предпринимателями среднего и малого бизнеса, он рейтингуемый правительством Московской области. Ну а что вообще включает в себя понятие вот это вот рейтинговость? Как он формируется, из чего? Да, сложное слово. Мы вообще... Конечно, рейтинг — это оценка. И правительство Московской области ввело этот показатель. Показатель называется... Ввело эту оценку рейтинг 56, он называется. Нам он известен как руководителем муниципалитета. Для оценки деятельности главы района, руководителя администрации районной. Исходя из... Потому что он называется рейтинг 56, мы понимаем, какое количество там показателей, они охватывают всю сферу. 56, то есть количество пунктов, по которым оценивается работа. И они абсолютно все, да. Это и социальные показатели, это показатели в сфере ЖКХ, это и, ну, если говорить более конкретно, оценивается все. И количество жалоб, которые приходят на добродел, и количество услуг, за которыми обращаются в МФЦ, и количество благоустроенных дворовых территорий, количество инвесторов, которые приходят, и в качественном, и в количественном объеме. У каждого показателя есть своя система подсчета, есть исполнители, которые за них закреплены. В прошлом году, по результатам прошлого года, и системы оценки, этот показатель начал так активно работать и оцениваться правительством именно в прошлом году, наш район был на 56 месте. 56 на 56, да? По 56 показателям на 56 месте. На 56 месте. Ну, районов, конечно, безусловно, больше, и это не лучший, да, показатель. И сейчас? Сейчас мы по результатам первого квартала на 21-ю позицию нам удалось выйти. Для нас это, безусловно, прорыв. Нам хочется дальше доказывать то, что мы имеем, и умеем работать, и имеем возможность работать, потому что, ну, показатель здесь для галочки не получится, здесь нужно исполнять. И у каждого заместителя свой блок работы, и без работы всей команды в целом, без работы и правильного настроя руководителя, конечно, ничего бы не получилось. Поэтому такой рывок удалось сделать, и в том числе потому, что был бюджет правильно направлено сформирован, и мы смогли решать те задачи, которые ставит перед нами область. И, ну, конечно же, мы учитываем интересы и жителей. Для нас важно, чтобы мы были в постоянной динамике, никому не хочется быть в хвосте, и здесь никакой ресурс не поможет для того, чтобы мы в этих показателях поднимались, кроме как наш ежедневный постоянный труд. И вот если он будет, а показатели оцениваются по негативу, то есть если сделали плохо и сделали хорошо, они не оценятся. Если сделали плохо и не добрали, тогда оценивается, тогда сразу прилетает плохая оценка, и, в общем, мы падаем. Поэтому результаты работы первого квартала нас вдохновили. Обнадежили. Обнадежили, да. И дают, естественно, про вторую дальнейшую работу. Но вот вы упомянули о том, что как раз будет совещание, на котором будет утвержден план размещения всяких торговых и прочих объектов в нашем городе и районе. А вот из чего складывается примерно расположение этих точек? По каким-то пожеланиям жителей? Или, ну, так скажем, условно говоря, где есть место, там и поставим? Конечно, да нет, это архитектурный облик города. Да, конечно, мы и сейчас совместно с заместителем, который курирует строительство, и совместно с первым заместителем очень внимательно на эту картину смотрим, потому что нам нужна визуально понятная картинка. Мы прорисовываем улицы, мы собираем рабочие группы для того, чтобы мы понимали, где какой торговый объект находится, как он выглядит. Это если мы делаем благоустройство тех или иных пешеходных улиц, привокзальных площадей, нам должно быть понятно, что мы идем и предприниматели, которые так или иначе уже на этой территории размещены, в большинстве случаев это работа уже с действующими предпринимателями, они готовы, готовы где-то на дополнительные затраты пойти, готовы услышать наши рекомендации по тому, как нужно благоустроить близлежащую территорию и видоизменить себя для того, чтобы там находиться в дальнейшем. Это такая большая плановая работа. Началась она только в этом году. Очень надеемся на то, что нам частично удастся с ней справиться за остаток этого года и развернуть полномасштабную работу уже к следующему году. Планов действительно много. Я предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о, так скажем, стационарном торговом объекте, который существует в нашем городе уже почти четверть века, который тоже развивается, идет вперед, но который тоже недавно сменил место жительства по разным объективным причинам. Давайте посмотрим. Давайте. Впервые магазин книги предприятия ОАО «Щелковая книгаторг» открылся в 1992 году. С тех пор постоянно расширяет и обновляет ассортимент продукции. Ассортимент многообразный и особенно большое внимание уделяется учебной литературе для школьников. Книжки, констовары, карты, атласы, методические пособия – все то, что необходимо современному школьнику. Магазину не чужды и современные технологии. Скоро жителям будет доступен для заказа литературы и интернет-сайт. Зачастую за какой-нибудь единственной тетрадкой или атласом приходится ехать в Москву. Вот чтобы этого не происходило, чтобы жители нашего города все могли приобрести у себя дома, так сказать, в шаговой доступности, мы эту работу будем вести в полном объеме и только расширять и расширять. Магазин обещает не только самые востребованные программы в своем ассортименте. Дополнительная литература, новые книжные новинки – все это ждет своих посетителей по новому адресу. Первый советский переулок, дом 2. Ну вот, с духовной пищей у нас все хорошо. А если кушать захотелось, просто среди дня в суде можно перекусить. Но я не прошу вас назвать какие-то конкретные адреса, а вообще как вот с этим... Обстоит дело? Да, как мы думаем об этом? Вы знаете... А то как-то вот рейдов много тоже проводилось, но у нас по району, по городу, что вот такие эти нестационарные точки, где можно перекусить, они не соответствуют санитарным нормам. Здесь, Сергей Михайлович, абсолютно с вами согласна. Мы как раз с ними и ведем сейчас. Начинаем вести работу. В прошлом месяце мы сформировали полностью картину по нестационарным торговым объектам, которые находятся без разрешений. Их достаточное количество. Не сто, но вот поменьше. Цифра к этому приближается. И вот сейчас мы будем, конечно, заниматься активно, работая с теми недобросовестными предпринимателями, которые считают позволительным себе, не имея никаких разрешительных документов и на то оснований. А зачастую одно следует за другим. То есть и документы, которые позволяют им заниматься этой деятельностью, приезжают к нам в район для того, чтобы, в общем-то, встал и начинаешь торговать. Конечно, нехватка качественных и хороших точек питания в районе есть. Им, безусловно, создают конкуренция и те нестационарные объекты, потому что это дешевле. Там не надо вкладываться, это не нужно в помещение, ты приехал, начинаешь торговлю. Но здесь очень важно, чтобы мы понимали, что нельзя хороших судить по плохим, но и позволять плохим объектам, недобросовестным предпринимателям работать в нас в районе тоже нельзя. Будем стараться регулировать это и учитывать при уже, мы, как я вам говорила, общаемся с заместителем, который курирует непосредственно строительство. Тоже общаемся, конечно, когда формируются облики тех или иных улиц, какие точки питания хотелось бы видеть, потому что к нам приходят запросы, в наше управление приходят запросы от предпринимателей. Нам хочется, чтобы их интересы от готовых предпринимателей, которые готовы именно вкладываться, делать все цивилизованно, культурным образом, чтобы и житель получал от этого удовольствие, и они получали свой заработок. Будем стараться находить компромисс только совместными усилиями, только в диалоге. Это очень важно, быть максимально открытыми со стороны власти, потому что тогда расширяются границы для любого сотрудничества, и они более понятны и перспективны. Наталья Владимировна, но есть еще одна такая тема, достаточно щекотливая, которая тоже касается сферы услуг. Я имею в виду показания ритуальных услуг, обойти никак ее нельзя, как говорится, все мы смертны, поэтому вопрос такой у нас в районе, как решается проблема обеспечения граждан местами захоронений. У нас в районе 25 кладбищ, сейчас вот у нас новое кладбище, землю мы приняли от Министерства обороны, это 30 гектаров, в Леонихе это кладбище будет примыкать к старому. Мы все кладбища, которые у нас сейчас находятся, в этом году закончим постановку на кадастровый учет, 100% исполнение нашего показателя будет, но это наша ответственность, потому что когда мы, участок у нас на кадастре является нашей собственностью, когда все документы на него есть, правоустанавливающие, мы имеем возможность и благоустраивать территорию, следить за ним, обеспечивать своевременную уборку, работу с этой территорией, это тоже очень важно. Управление потребительского рынка и отдел захоронений, у нас отдел захоронений в частности, работает 6 дней в неделю, в субботу они работают до 14.00, это время согласовано и с ЗАГСом, поэтому, пожалуйста, если есть, хотела бы к жителям обратиться, если так уже получилось, что несчастье в вашей семье случилось, всегда звоните, мы готовы будем помочь, выдать разрешение на захоронение день в день, в субботу это возможно сделать до 14.00, если так получилось, что что-то случилось в воскресенье, придется подождать понедельника, будем стараться максимально помогать, делать это оперативно, и если какие-то вопросы возникают, звоните, телефон 6 55 36, всегда готовы проконсультировать, помочь, потому что такая ситуация, когда не знаешь, куда бежать, что делать, и помощь должна быть быстрой. Здесь мы будем стараться максимально снять нагрузку, если пришла беда в дом. Спасибо, Наталья Владимировна, но еще одно направление в вашей деятельности, это средства массовой информации и рекламы. О рекламе мы уже упомянули в начале программы, о том, что это дополнительный источник вне бюджетных поступлений, неналоговых поступлений в бюджет, но, тем не менее, это, как говорится, не только материальная сфера деятельности, но и в некотором роде эстетическая. Я, конечно, имею в виду прежде всего наглядную рекламу, это даже в своем роде лицо города, лицо района, большие рекламные щиты не всегда соответствуют то, что там написано в действительности, но, тем не менее, и не всегда, конечно, эти щиты, наклейки, баннеры, как бы их назовите, не всегда они размещаются законно. Конечно, в нашем районе ведется борьба с этим, сейчас очень активно в последнее время. Предлагаю еще один короткий сюжет посмотреть, о том, как это происходило зимой, ну, а потом вернемся к этой теме уже после репортажа. Давайте посмотрим. Долой рекламу! Нет, не всю, а лишь ту, которая не соответствует новому архитектурному облику Подмосковья, а именно архитектурно-художественному регламенту, разработанному Главным управлением архитектуры и градостроительства региона буквально недавно, летом 2015-го. Теперь к рекламным и информационным материалам на фасадах здания предъявляются четкие требования. Это касается правил размещения вывесок, указателей входных групп и подобных конструкций. Она не может быть сделана из баннера, из картона, из бумаги, нанесена краской на фасад. То есть это должна быть нормальная, добротная конструкция, как минимум в виде светового короба, а если далее идти, то это может быть буквы отдельно стоящие, либо буквы на подложке. При соблюдении даже всех требований регламента у организации должны быть в порядке документы, разрешение от уполномоченного органа с указанным сроком эксплуатации. Как выяснилось, к рекламным конструкциям, неопределенное время украшавшим здание под номером 25 в первом советском переулке, претензий масса. Часть владельцев вывесок попросту игнорировала неоднократное предписание отдела контроля за рекламой, а часть баннеров и вовсе осталась без владельцев, которые бесследно исчезли, оставив никому не нужный автограф на память. Ну а как у нас сейчас дела обстоят с ликвидацией незаконной рекламы, которая действительно портит облик нашего города и других населенных? Сергей Михайлович, ну конечно у нас в большинстве случаев только борьба. Мы понимаем, что реклама двигатель торговли, но мы, получается, не знаю, мне кажется, мы больше тратим денег предпринимателей, которые стараются разместить свою рекламу в неположных местах на ее постоянное изготовление, чем нежели они могли бы точно использовать их намного эффективней. Иногда объезжая один дом, ты только снял рекламу, на утро она уже опять выросла. Не надо тратить, вот хотела бы действительно обратиться к ним для того, чтобы не тратить ни свое, ни наше время, сделать что-то полезное в этот период. Но нужно использовать цивилизованные методы продвижения своего товара. И если эти нормы придумали не мы, это не моя инициатива лично, не инициатива главы города или главы района или руководителя администрации, есть установленные нормативы, есть принятые нормативы, которым нужно следовать. Поэтому в зависимости от того, какая у вас рекламная конструкция, выносная, или она размещена на здании, или вы хотите повесить плакат, сделать перетяжку, все что угодно, пожалуйста, обратитесь в управление рекламы, прежде чем потратить свои деньги. Обратитесь в администрацию в районную и спросите, как это делать, если вы не знаете каких-то моментов. Мы подскажем, мы позволим вам не тратить свои деньги просто впустую. Но гораздо обиднее, как мне кажется, может быть я, конечно, ошибаюсь, но гораздо обиднее это тратить, потом это срываем, да, мы это уничтожаем, а через какое-то время это появляется опять, и вот мы так друг за другом гоняемся. Помимо этого, это еще и штрафом облагается. Для нас важно, чтобы мы не превращали в цветную раскраску наш город. Опять же, зависит от каждого. Если каждый об этом подумает, каждый предприниматель, который у нас находится на территории района, ну, тогда и люди к нему потянутся, а то мы в пестром городе живем, пусть мы будем пестрить другими вещами, а не только рекламой. Большое внимание сейчас мы уделяем, конечно, размещению социальной рекламы. Она быть должна, она должна быть правильной направленности. Вот в ближайшее время у нас выходит как раз серия социальной рекламы, которая посвящена чистому городу. И мы надеемся, что нас все в этом поддержат, от мала до велика, и будут стараться поддерживать нас и также помогать делать наш город чище. Ну, конечно, так мы сделаем наш город чище. И, конечно, красивее. Спасибо, Наталья Владимировна. Спасибо вам. Спасибо за ответ на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Наталья Тамбова. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин